Уважаемые студенты, меня зовут Кирилл Владимирович, я собираюсь читать курс теории кодирования. Восписание у нас, как я понимаю, называется «Современные вопросы информатики» или «Современные теории информации» или «Что-то в этом духе». Ну, на самом деле, это теория кодирования. Прежде чем перейти к существу дела, давайте обсудим всякие разные организационные моменты. Первое. Есть список литературы. Настоятельно рекомендую раздобыть книжку номер два. Она в том числе и есть в библиотеке. И она есть в магазине. И принцип приживания можно на этом интернете. Дальше. Мы будем использовать систему управления курсами Муду. Кто-нибудь ее с ней уже знаком? Английский язык у нас нет. Да. Ну, вот, знаю, что нам нужно там зарегистрироваться. Вот же вот эти идентификаторы. У нас будут лекции, у нас будут практические занятия. На практических занятиях будут решаться разные задачи на доске. Периодически на них будут проводиться контрольные работы. За успешный выход к доске можно получить от нуля до трех баллов. И суммарно таким образом можно набрать аж целых 20 баллов. Кроме того, в Муду будут появляться домашние задания разной степени сложности. За которые тоже можно набрать 20 баллов. Можно будет что-нибудь запрограммировать. Там есть задачи опять-таки разной степени сложности. При этом система такая. Сначала вы сдаете вашу программу в какую-нибудь автоматизированную систему, которая проверяет ее работоспособность. Затем в конце семейства все ваши исходники будут отправлены в автоматическую систему проверки пагиата. И если они будут признаны этой системой оригинальными, то вам нужно будет побеседовать с преподавателем ведущим практические занятия и убедить его в том, что вы понимаете, что там такое за программирование. И таким образом можно набрать еще 60 баллов. Поднимите, пожалуйста, руки телу, у кого в школе по русскому языку и литературе было 5. Такие герои могут принять участие в написании текстов для русской кодовой википедии. То есть, что там хочется получить? Хочется получить описание соответствующих методов, алгоритм или демоподобного, которое, с одной стороны, было бы доступно для чайников, а с другой стороны, оно предоставляло бы наиболее важную и наиболее актуальную, уже, скажем так, серьезную информацию о соответствующих вопросах. То есть, чтобы этим могли пользоваться как чайники, так и профессионалы. При этом будет нужно опубликовать список темы, примерно их содержание. На каждую тему будет признан победителем только, в конечном итоге, один текст. Если вдруг вы захотите коллективно писать на какую-то тему, то оценка будет соответствующим образом поделена. Система такая. Желающие, они между собой договариваются, распределяют темы. Когда кто-то считает, что он уже написал текст, он его загружает в модул, я его проверяю как с точки зрения научного содержания, так и с точки зрения русского языка и литературы, выдаю какие-то рекомендации, или наоборот, не буду больше этим заниматься. Ну и, если в итоге это все завершается успешно, то этот текст выкладывается в соответствующую китедрию и он отчисляется в соответствующие баллы. Ну и, наконец, можно набрать еще 20 баллов за теоретический экзамен. При этом максимальная оценка за курс это 100 баллов, если сумма баллов по первым четырем пунктам превышает 80, то они могут быть перенесены и засчитаны как эксимуляционные после собеседования по теоретической части. Вопросы есть? Чем все в середине экзамена заключаются? Чем будете собеседовать на экзамене? На экзамене выдаются какие-то билеты и предполагается, что вы полностью изложите соответствующий материал. Вы, грубо говоря, перескажете лекцию. Собеседование предполагает, скажем так, менее подробное изложение соответствующего материала. Цель его убедиться в том, что вы действительно сделали те расчетные домашние задания, которые вы издавали. Ну а полноценный экзамен предполагает доказательства для таких разных теорелов, для этих формул и тому подобное. В случае собеседования стоит задача, чтобы понять, действительно ли вы это сделали и не скачали издания. Еще вопросы есть? То есть формальный экзамен будет лекция, формальный экзамен, ну, рассказать плюс дополнительный вопрос. Да. И в случае неопределенности неограниченное число задачи. То есть, понятно, ставить вам 2 или 3, то мы будем сходить задачи. Правда ли, что экзамен заключается неопределенно? Ну, вообще говоря, да. То есть, если вы наберете достаточное число баллов по первым четырем пунктам, то вы можете избежать экзамена, но при этом оценка у вас будет, конечно, не пятерка. А, и для вы дистанционной, или вы что-то? Хороший вопрос. Пятерок до этого надо еще дожить. Ну, скорее... Я бы предпочел, конечно, очень экзамен. Но что там будет происходить зимой, кто не знает. Но вы говорите, что есть собеседования, которые позволяют набрать баллы выше ста? Ну, как осталось. Собеседование позволяет подтвердить вот эти вот набранные баллы. То есть, если вы первым четырем пунктом набрали, словом говоря, сто баллов, то мне надо понять, вы их действительно набрали или скачали из интернета. Если набрать сто баллов, то если они, то будет пять. Что уже все намного пошло? Отвечать. А если я набрали например, 12 паузу и тогда на медицинском 12 паузу у нас какие паузы существуют? Ну, если вы сдаете хотя бы часть экзамена, то это действительно считается как собеседование, и вы их отключаете. Еще вопросы? Да, замечательно. Тогда переходим к содержательной части. Мы будем изучать теорию михоустойчивого кодирования. Помимо нее есть теория кодирования источников и изжатия информации. На этом вопрос обсуждается отдельно, как мы понимаем, на каждую часть. Что такое теория кодирования? Это наука о математических методах внесения избыточности в данные с целью последующего ее использования для исправления ошибок. Зачем это надо? Ну, вы все, наверное, замечали, что даже если вы едете в шумном погоне метро, вы все равно можете каким-то образом понимать, что же вам говорит ваш сосед. За счет чего это достигается? За счет того, что человеческая речь обладает избыточностью. Далеко не любая комбинация букв или звуков является допустимым словом естественного языка. и за счет этой избыточности напрягшись, можно понять, что ему говорят, даже если вокруг очень шумно или в случае письменного текста если у автора получил благотворительный язык. Какие составляющие части теории Кодилы? Первое, это собственно методы несильней избыточности. Второе, алгоритмы ее использования для целей ну как минимум исправления ошибок на самом деле или что еще. И наконец методы оценки того, насколько все хорошо работают. Исторически первое приложение теории Кодилы это система передачи информации в кармане, у которых у вас наверно нанесли в мобильный телефон в котором есть кодер-эди-кодер некоторое количество корректирующих кодов. Помимо этого эти методы методы теории Кодилы используются в системах хранения данных. У кого-нибудь жесткий диск отказывал? Ну и как понравилось? Хорошо, что-то очень весело. Погрязинку пить, мой. Дальник потерять. Облачная хранилища. Да. Там что-то у нас потеряли на курсовике. Одно делалось, это потеряли курсовики, а другое дело, если потеряли данные каком-нибудь банке. Или в аэропорту, полезной дороге, или еще где-то в каком-нибудь серьезном предприятии. Да, можно защищать данные от потери с помощью резервных копий, дублирования разного рода, но на серьезных организациях данных много. И если вы будете заниматься их репликацией, то вам нужно фактически увеличить в соответствующее число раз ваши затраты, во-первых, на покупку соответствующего оборудования, во-вторых, на его легкопитание, в-третьих, на его охлаждение, на обслуживание и так далее и тому подобное. Поэтому репликация стоит не просто дорого, она стоит очень дорого. И для преодоления этой правой естественно хочется найти какие-то более эффективные решения. Довольно, мы слушаем, что такое райдер. А что это такое? Система изменения нескольких жестких дисков в такшем логическом представлении как мы при этом дамы между дисками даже по алгоритмам в зависимости от типа райдера. А какие вы знаете зеркалирования? Первое зеркалирование и чередования примитивные. Зеркалирование позволяет просто увеличить надежность столько раз против двух дисков. Чередование позволяет почти способы 5, все, так говоря. Но если взломать сюда в один диск, то сюда мы потеряем. Есть поле зеркалирование типа райда 4, в котором используют отдельные диски механизма. Контроль с ним. Прочитайте, по-моему, же их крупные механизмы. Ну, есть райд 4, райд 5, в которых идея состоит в том, что на одном диске, на самом деле, там несколько хитрее сделано, лежит XOR содержимое всех прочих дисков. Тогда, если у вас сломался один диск, вы можете поксорить данные, которые лежат на уцелевших дисках, и восстановить его содержимое. Есть еще райд 3, где действительно используют сходы Хемминга, но он сейчас практически не исключается, потому что это не самое эффективное решение. Кто-нибудь слышал про райд 6? Если райд 4 и 5 позволяют защититься от потери одного диска, то райд 6 позволяет защититься от потери двух дисков. На упражнениях мы подумаем, как можно его реализовать. Пока что всем домашнее задание придумать, как в системе хранения данных защититься от потери двух дисков, потратив на это лишь два дополнительных диска. Пока идут домашние задания, когда-нибудь разберем. Но таким образом можно защититься в системе, содержащей относительно небольшое число дисков. В серьезных системах, там Facebook, Google, дипосты на большом предприятии, данных настолько много, что они занимают сотни тысяч дисков. И в таких условиях райда 5-го и 6-го становится недостаточно. И там приходится использовать более сложные системы, поэтому мы можем строить двойник. Помимо систем передачи данных, систем хранения используются. в системах защиты от подделок. Можно внедрять в изображения метки, которые позволят потом понять, у кого это изображение было украсено. Методы кодирования используются в вероятностно проверяемых доказательствах кто-нибудь слушал такое? В релистике вещах будут толще. Слышали? Что вы про них слышали? Что вы? Больше такое не скажешь. Ну, в общем, доску посмотреть. Они используются в системах квантового распределения ключей. Вы, наверное, слышали, что у нас в стране есть несколько организаций, которые этим занимаются. И для того, чтобы эти квантовые ключи хорошо распределялись, опять-таки нужны методы кодирования. Ну, и на самом деле много где еще. Наша задача состоит в том, чтобы изучить соответствующие математические основы, изучить соответствующие алгоритмы и научиться всем этим пользоваться. Вопросы есть? Ну, тогда перейдем к содержательной части. Я буду придерживаться классического подхода к изложению теории кодирования в привязке к системам передачи информации. Ну, это сейчас привязка на самом деле весьма условна, но для представления она все же оказывается чует. Как вообще организованы организованы такой организованы системы? Есть некоторый источник дан. Что такое источник дан? Это, например, может быть клавиатура, это может быть какой-нибудь микрофон, какая-нибудь видеокамера, какой-нибудь датчик температуры, влажность не значимая еще. Все данные, которые с него поступают, они, как правило, содержат очень большую избыточность. И эту избыточность ее целесообразно устранить. Для этих целей используется кодирование источников, говоря по-простому, сжатие данных. Ну, вы все, наверное, знаете, архиваторы ZIP, RAR и тому подобное. Вы знаете. Это архиваторы это типичные кодеры источника, которые осуществляют сжатие информации без потерь. Кто-нибудь видел файлы с обширением JPEG? Встречал. Это сжатие с потерью. А, да, то есть это формат представления изображения, которые предполагают использование некоторого метода сжатия потерью. Идея этого метода основывается на том наблюдении, что разного естественные изображения характеризуются достаточно плавными изменениями освещенности. И поэтому можно аппоксимировать эти изображения, отбросив некоторую часть информации и после аппоксимации можно применить некоторый метод сжатия данных уже без платьев. Там используют есть 20 основных JPEG, один использует дискретное почву следопреобразование, другой дискретное преобразование. Как бы там ни было, естественные изображения сжимают неплохо. А кто-нибудь пробовал сохранить в формате JPEG например какой-нибудь отсканированный текст? изображение получается смазанным именно потому, что в такого рода сканированных изображениях освещенность изменяется скачкообразно и вот эта аппроксимация, которая используется в сжатии она оказывается уже не способна представить такого рода перепутать. То есть кодер-источник занимается сжатием информации. То есть устранением из нее избыточности. Кодер-эконома он наоборот занимается тем, что вносит в данные избыточности. Причем вносит ее некоторым структурированным и хорошо оптимизированным образом так, чтобы эту избыточность можно было потом использовать для исправления разнородных ошибок. В случае системы передачи данных эти данные дальше нужно представить в некотором виде пригодном для передачи через ту среду, которую здесь можно использовать. То есть от каких-то радиосигналов, звуковой сигналов или не знаю, что еще. Этот сигнал проходит дальше через физический канал и на стороне приемника по этому сигналу формируются оценки тех закодированных символов, которые пройдет кодер канала. Эти оценки оказываются весьма нетучными, то есть там не присутствуют ошибки. И дальше задача декодера состоит в том, чтобы эти ошибки исправить. Ну а после того, как эти ошибки исправлены, можно попытаться взять теархиватор и восстановить данные в том виде, в котором они изначально были представлены. То есть представить в виде текстового документа, какой-нибудь картинки на экране, звука и так далее и так далее. Ну и дальше собственно отправить конечному пользователю. В такого рода системах некоторая совокупность блоков она тоже может рассматриваться как канал. Очень часто удобно объединить модулятор, физический канал и демодулятор в некоторый составной канал, который уже можно быть описан какими-то более простыми средствами. И уже с учетом этого можно как-то оптимизировать параметры кодера и дикудера. Ну и мы будем заниматься как раз желтыми блоками на этой хиприсхине. Вопросы есть? Прежде чем заниматься методами кодирования все-таки нам нужно немножко посмотреть на то, как это представляется в виде сигналов. По-хорошему для этого должен быть отдельный курс цифровой связи, который не совсем относится к вашей специализации. Но какое-то представление об этом все-таки стоит иметь. Итак, что у нас есть? У нас есть некоторые символы x-пиды, которые хочется передать. Ну, это могут быть нолики и единички. Эти символы можно представить в виде каких-то сигналов. То есть, например, какая-нибудь функция синус и функция ку-синус. Этих данных у нас много, и мы будем передавать один из других. И в результате у нас получится сумма вот таких полисигналов с разными временами сдвигов. То есть, по самой XRT, которая здесь изображена. Можно вопрос, почему сигналы с синусами и косинусами представляют? Потому что их очень удобно реализовывать. На самом деле, это совершенно не обязательно. В некоторых случаях оказываются полезны и другие сигналы. Но в системах радиосвязи синусы и косинусы они популярны именно в силу своей простой реализимости. примеры такого рода сигналы. И мы обычно обведут импульсная модуляция. Что это такое? Есть M различных сигналов, которые пронумированы числами от 0 до M-1 включителя. И по номеру сигнала мы его определяем вот таким вот образом. Вот номер используется тут. F это частота, с которой будет колебаться это синусулоиды. G это некоторый сигнальный импульс, который нужен для обеспечения совместимости с другими системами. Вы, наверное, периодически читаете в новостях о том, как разные операторы мобильной связи участвуют в каких-то там битвах за выделение частотного диапазона. Слышали это такое? Ну, вот для разных пользователей выделены различные частотные диапазоны и для того, чтобы они друг другу не мешали, вот эта функция G от T должна подбираться некоторым специальным образом, так, чтобы сигналы имели хорошие спектральные способности. А те баталии между оператором и мобильной связи идут за параметры и за некоторые параметы и то количество денег, которое им придется заплатить, зависит от ширины той спектральной полосы, которую они хотят заплатить, и она сочинясь определяется параметами функции G. Но это не является предметом нашего рассмотрения. Что происходит с такого рода сигналом DEDGE? Дальше он передается по некоторому каналу. Канал занимается тем, канал реализует некоторое стехистическое преобразование данных. Реальные модели каналов очень и очень сложны, но для наших целей нам подойдет пока простейшая модель канала, состоящая в том, что к такому сигналу х прибавляется некоторый шум это от t это гауссовский случайный процесс. Теория случайных процессов у вас была? Нет. Правильно. т это жаль, но прелюберно. t это параметр имеющий смысл времени, который переезд непрерывно, но это все можно дискретизировать и получить модель канала уже дискретного уровня. и что у нас получается? У нас есть символ x и x это то число, которое мы хотим передать. Настояние передатчика он заменяется вот таким вот числом, а в канале к нему прибавляется нормальная распределенная случайная величина. И вот это называется каналом с адъективным белым гауссовский клин. Можно вопрос? А вот энергия это квадрат значения самого сигнала? Да. Кто-нибудь помнит? Физику? Нет. Закон Джоуля-Ленца был такой? Вообще безумно. Сличка в доме. Забава то. Энергия уделяется получается. Вот есть у вас какая-то электрическая цепь зависит от сопротивления р и по нему протекает ток силой И. Чему она мощность выделяемая электрик висторе? И в квадрате наверное на Т. В квадрате и в квадрате умножить на R это получается мощность а энергия это надо умножить на время в течение которого этот ток протекает. А если известно, что на этом резисторе напряжение у и у в данном случае сигналы они представляются или параметром силы тока или параметром напряжения. Поэтому энергия сигнала действительно пропорциональна к его квадрату. Понятно? Мы передаем символы из числа 0 и n мы эту модель как другим пловер строим. Передаем мы числа i ну или x мы их заменяем вот такими числами то есть по x и t плюс один минус m умножаем на какой-то компецент альф и вот энергия вот такого сигнала она пропорциональна к квадрату вот такой вот величины. То есть просто формулы для сигнала если ты фигурируешь i x и вообще не передается x это вот то, что мы хотим передать вот он то есть мы как бы нумеруем там все наши символы от 0 до m и дальше формулы представляем в инфекте да именно так то есть это только на конечном ну на конечном алфавитре именно так мы здесь сейчас мы сейчас осматриваем цифровую связь в которой множество возможных сигналов оно как минимум дискретно как правило просто конечное ну простейший вариант это передача 0 к 1 для этого всего лишь два различных сигнала в данном случае это получается что это получается плюс синус и минус синус мы рассматриваем цифровые сигналы который дискретизирован а несущая частота это то что F0 называют а можно напомнить что такое несущая частота мы раскладываем сигналы частот да было если у вас есть какой-то сигнал то есть функция зависящая от времени от него можно вычислить преобразование форьер и получить функцию зависящую от частоты дальше можно вычислить модуль этого сигнала и построить такой по оси отложена частота по оси родинат отложена спектральная плотность мучности которая как раз показывает на каких частотах сконцентрирована мощность вашего сигнала и вот несущая частота это как правило та на которой приходится максимум на специальной спектральной плотности мощности на которой мощность сигнала максимальная а мощность сигнала это квадрат от комплексного числа который у нас получается понятно для того чтобы то о чем я вам сказал было верно нужно задать причем можно выбирать функцию для того чтобы сигнал он действительно был сконцентрирован в такой достаточно узком диапазоне там в одном случае чисто это можно просто взять и обратно и разложить суммарный сигнал ну это такой прямоугольный импульс что это означает Мы забыли время про давать сирус. Получается, что мы единицу передаем как вот такой вот сигнал, а ноль мы передаем как плюс один, а это определяем как плюс один. Это у нас как бы единица, а это у нас как бы е. Тут пока несущей частоты нет. А вот если вот это вот хозяйство умножить на сирус, то тогда вот этот вот сигнал, он сдвинется по частоте спектральной области на ту самую несущую частоту f. То есть у него какая-то своя частота, а дальше мы его программируем с несущей. Да, вот здесь несущая частота как бы равна ноль Герц, а вот тут вот она уже становится равна f. Не ноль, просто здесь у химус там. Нет, тут какое-то и дело, что вот это вот G . Это вот он. А G это не периодично? Нет, G это просто вот такой единичный способ. Зачем он низкий? Он нужен для того, чтобы можно было передавать последовательно много символов. Ну да, вот мы передали один символ, домножив вот это вот на единицу, а потом мы передали на минус единицу и передали на вторую символ. А если по сигналам бинарным? Не проблема. У нас есть вот такая вот словка. Ходите умножайте на 1, ходите умножайте на 3. Почему? Почему? Да. Это как бы обморить, то есть, сложное зрение с какой-то глупой ДР. Если у нас не хватит просто заполиться, у нас же обморить на то, что мы сейчас сделали. Именно так. Ну вообще, обморить — это множество вот всех вот таких вот сигналов. И здесь изменяется от нуля до n-1 включитель. А что представляет собой i? i, на таком случае, это просто целое число. От нуля до n-1 включитель. А n — это что? n — это за что? n. Ну вы сказали от нуля до n-1. До m. А, окей. m-1. Разобрались? Все, конечно, замечательно. Дальше можно каким-то образом понять, а что же нам такое пытались передать. Приемник наблюдает на выходе канала какую-то последовательность отсчетов. И нужно понять, а чему же эта последовательность отсчетов может соответствовать. А, окей. А, окей. А, окей. А, окей. А, окей. А, окей. Ну, изначально у нас были сигналы в непрерывном времени. Нужно, в периодике первым взялом нужно как-то дискретизировать по времени. То есть замерить сигнал в момент времени 0. Потом померить его через одну секунду, через вторую секунду и так далее. Да. Именно так. И вот эти результаты замеров называются отсчетами и обозначаются y. А, и это отсчетами просто ему потребуется. Да, именно так. Так, есть у нас вот такой вот выход канала, последовательность отсчетов. И надо понять, чему же она соответствует. Ну, вообще говоря, соответствовать она может чему угодно. Для того, чтобы эта задача имела смысл, нужно каким-то образом охарактеризовать модель канала. Канал характеризуется своим условным распределением, который показывает вероятность наблюдения некоторого выхода канала y при условии того, что на вход этого канала поступает некоторое значение x. При этом вопрос стоит в том, что такое y и что такое x. Вообще говоря, для того, чтобы получить исчерпывающее описание модели канала, нужно выписать вот такие вот условные распределения для векторов отсчетов всевозможной длины. Но, естественно, что это крайне непрактично и просто даже нереализуемо. Мы будем рассматривать простейшие случаи каналов. Как-то каналы без памяти. Подробнее об этом будет сказано чуть позже. Но пока предположим, что такое вот условное распределение у нас каким-то образом надо. Модели каналов, вообще говоря, бывают друг с непрерывным выходом и с дискретным выходом. Смысл этих слов то же самое, что и в теории вероятности. Есть дискретные случайные величины, есть непрерывные случайные величины. Дискретные случайные величины характеризуются своим распределением, и непрерывные случайные величины характеризуются своей плотностью распределения. Было такое. О чем плотность распределения отличается от функции распределения? Одной интеграл. Да. Ну и в данном случае, если у нас канал с непрерывным выходом, то b это условная плотность распределения. Что нужно сделать приемнику? Приемнику нужно каким-то образом построить решающие области. То есть разбить множество всех вот таких вот векторов y на какие-то области, такие, что если принятый сигнал попал вот в какую-то такую область, то приемник проразглашает, что был передан сигнал номер x0. Вопрос состоит в том, как построить такие решающие области. Конечно, хорошо бы сделать их так, чтобы вероятность ошибки для такого приемника была бы минимальной. Давайте попробуем вычислить эту самую вероятность ошибки. Итак, что такое вероятность ошибки? Нам нужно проинтегрировать по всевозможным вот таким вот векторам y. И вычислить мат ожидания вероятности ошибки для каждого такого вектора y. И вообще говоря, каждый такой вектор y, он может появиться в результате передачи самых разнообразных сообщений. И поэтому каждому такого значения вектор y соответствует какая-то своя вероятность ошибки v, e, i. И вот мы пытаемся вычислить мат ожидания вот этой функции вероятности ошибки. Вот это всем понятно. А мы знаем вероятность ошибки для каждого? Предположим, что знаем. Можно получающий вопрос? То есть, у нас дикоды получают на тот вектор, а потом по этому вектор в пространстве делает области, которая имеет свою плотность, а потом мы, собственно, находим по этим векторам. Нет. Вот такие вот области, их нужно сделать заранее. Да, заранее. Конечно. А задача приемника – это посмотреть, в какую область попал принятый вектор и дать соответствующий объект. И что? Хорошо. И каждая эта область, получается, имеет что? Она имеет свой номер. Я понимаю, она имеет свой плот или что? Для каждого значения y можно каким-то образом вычислить вероятность ошибки. То есть, вот этот вектор y попал в какую-то такую область, мы считаем, что это, например, соответствует сигналу номер 3, но на самом деле это мы будем в результате передачи сигнала и номер 1, и номер 2, и номер 3. И вот нам нужно понять, с какой вероятностью мы попадаем вот в эту область из всех прочих сигналов. А сигнал, номер какой-то – это тоже вектор или что он себе представляет? Ну, вообще говоря, нет. То есть, y – это вектор, и на выходе тоже вектор. А зачем мы один вектор в другой проецируем? Почему нет? Ну, как, вот вы трендовали какой-то файл через вайфай. Ваш корреспондент, у которого просто есть ноутбук, включенный вайфай, в этом ноутбуке есть антенна, и на её выгоде какое-то там переменное напряжение. И вот это переменное напряжение – это y. И вот вам нужно по этому записи переменного напряжения понять, что же за файл в юбоке. Это вероятность того, что мы оживёмся, приняв какой-то сигнал. А вот это вот – это плотность распределения сигнала на выходе канала. П е – это просто вероятность ошибки для вот такого семейства решающих властей нет. Такая крайняя семантика – это мат-ожидание того, что мы ошибёмся, приняв вот такое вероятность ошибки. Да, то есть вероятность ошибки – это мат-ожидание функции вероятности ошибки. В смысле, это павтология. Мы фиксируем размер принимаемого вектора? Что? Размер вектора, который мы принимаем, y, он фиксирован размером? Ну, как правило, да. Окей, тогда n получается в интеграде – это в смысле мерное пространство по количеству компонента, который вектора? То есть вот эта область, она, на самом деле, мерная? Да. Окей. Так вот, когда каналы… Не, первый мерный. Ну, нет, под каналом. Может быть, какое-то значение ночной, нужно как-то дискретилировать. Нет. Нет, тут есть девяющее первое – дискретизация по времени. То есть это регистрация значения выхода канала в последовательный момент времени. А уже потом вот эти вот вещественные значения, их можно дискретизировать, например, округлив до цивочек. Здесь имеется в виду выход канала и непрерывная случайная величина. То, что мы передаем какую-то непрерывную случайную величину или то, что мы на входе канала считаем негативы граун и скиты? Изначально мы передавали вполне себе дискретные величины хит, а вот здесь к ним прибавляются непрерывные граунцевские случайные величины. И вот этот вот Y-кыто – это уже непрерывная случайная величина. Y-кыто – это не число в самом себе, что ли, а это тоже функция? Нет, Y-кыто – это уже число. В этот момент времени вы послушали канал и услышали из него, не знаю, 0,40. У него непрерывное распределение. Да, в общем случае у него непрерывное распределение. Что такое непрерывная случайная величина? Это случайная величина, которая принимает значение из какого-то непрерывного множества, например, множества вещественных щитов. Что такое дискретная случайная величина? Это случайная величина, принимающая значение из какого-то дискретного множества, например, множества целых щитов. по следовательности таких вот отчетов это означает, что она принимает вещественные значения что такое x с шапочкой? x с шапочкой это оценка переданного сообщения то есть вот есть истинное сообщение x, которое мы передавали оно прошло через канал, канал с ним сделал что-то нехорошее мы слушаем выход канала и пытаемся угадать, что же такое было передано а у нас откуда появляется размерность? то есть у нас канал какой-то размерности, и он передает сигнал? как правило, размерность она уже определяется проектировщиком такого рода системы я имею в виду, мы хотим передавать число в какой размер, ну фактически вектор мы хотим передать или же мы просто, канал у нас такой размер, фактически там, условно, 4 проволи возможно и то и другое, но в простейшем варианте мы просто хотим передать много данных то есть какой-то вектор данных, ну и вот это вот размерность этого вектора простите, но иногда канал может быть каким-то непривиальным и он сам по себе может задавать какие-то требования к РПК я реально понимаю, вот в предыдущем слайде мы добавляем главшебский шум, чтобы выход этого канала был напередным распределением нет, это не вы добавляете главшебский шум, тот сам добавляет да в аудитории народ сидит шушукается и добавляет к моему сигналу какой-то шум аа, хорошо, тогда вот, канал характеризуется условно распределением и канал не приводит случайная величина это, однако, аппоксимируем, типа, канала это самый общий случай как известно, целое исчезло это множество веществ там Гаус случайно исчезает наше предположение? да, это пока наше предположение оно, ну скажем так, неплохо описывает то, что происходит при адреси о процентальной предельной теореме все слышали? да о, кто-то слышал, кто-то не слышал а кто про нее слышал? ну, она давно была просто мы слышали? о процентальной предельной теореме гласит, что если у вас есть некоторый набор случайных величин распределение которых преодолевает определенным условиям то сумма значений этих случайных величин при их числе стремящемся в бесконечности стремится к нормальному распределению ну, вот такое ну, вот на самом деле гауссовский шум это, как правило, результат сложения разного рода воздействий воздействия от какой-нибудь там грозы, которая где-то там громыхает от микроволовой печки за стенкой у соседа от добрового эффекта то есть, вследствие того, что электроны имеют конечную зарядку цепловую фруктурацию и так далее и тому подобное и вот если все это вместе сложить, то получается что-то похожее на нормальную стратегию еще один вопрос, он понимает правило, что в простейшем случае этот вектор состоит из одного числа атерга и наша задача как минимизировать по этому числу да, именно так в простейшем случае а так мы, типа, стремимся какой-то легкой кризис и по ним полосуем по этому предположим, что, возможно, там что-то другое будет ну, в общем случае для реальных каналов здесь действительно нужно работать с векторами но для вот нашего простейшего, позитивного ГООСовского канала на самом деле достаточно работать с отдельно взятыми числами да, в случае есть какая-нибудь база передаем мы вектор или мы несколько раз передаем вот этот вот интересный вопрос мы дальше пойдем поговорим разница есть пока скажем так в этом есть смысл вот эту формулу с ней все согласны? все поняли, что она значит? нет, замечательно давайте мы вот это вот это мерное пространство разобьем на отдельные решающие области и вместо интегралов по всему пространству рассмотрим сумму интегралов по отдельным областям так можно делать? да замечательно да, вот у нас здесь получается вероятность ошибки прошу прощения, здесь должна быть большая руку да что такое вероятность ошибки в неприеме сигнала Y мы не говорили, что если сигнал Y попадает в решающую область с номером X то мы принимаем решение в пользу того, что было передано сообщение Y а может быть это не так? может быть передавалось что-то совсем не то? и какая вероятность того, что передавалось что-то не то? это единица минус вероятность того, что передавалось сообщение X при условии наблюдения выхода канала Y по поводу фигурных скобок для того, чтобы не путаться, мы круглыми скобками будем обозначать плотность и распределение а фигурными скобками будем обозначать вероятность ну вот эту формулу все создали? а нужно употребление, что X, Y и Y на самом деле X и Y они могут вообще-то не убежать и одному множеству поэтому X это случайная величина, соответствующая входу канала Y случайная величина, соответствующая выходу канала да, да что теперь с этим можно сделать? давайте разгруппируем здесь единицу и все остальное сумма интеграла вход в единицу умножить на плотность распределения это будет просто единицу с этим все согласны? можно вопрос? игрите фигурное, это вероятность а мы же в непрерывной, у нас же только плотность есть X это передаваемые сообщения мы договорились, что мы передаем дискретные сообщения а, тогда понятно с этим переходом все согласны? да спрашивается как построить решающие области для того, чтобы минимизировать вероятность ошибки? вот у вас есть какие-то вероятности, как минимизировать вероятность ошибки? да эволюционный алгоритм ну, ваш машинный алгоритм ну, конечно, проблема в том, что мы не позволяем получить какие-то осознанные ответы просто минимум взять по всему вероятность до конкретной точки так, так что вы не знаете что вы не понимаете? ну, в смысле, если мы знаем, как же точки вероятности ошибки для конкретного сигнала то почему мне взять тот, который от вероятности ошибки минимальный? потому что это может быть не выпуклая функция или, типа, низко минимум ну, вот ну, для конкретного для конкретного для конкретного значения Y в пользу чего стоит принимать решение? сейчас, пошел а мы не можем разбить вот нашу область диаграмм номера 0 на ну, если бы просто а как именно вы ее разбите? ну, как, смотри, какая заспрашивается какие-то разбитие? наверное, в зависимости от того, что из нее представляется взять вероятность ну, типа можно сделать просто с рекалькуриейшем такой взять все сигналы посмотреть, как они передадутся без помех не знаю посмотреть на вот куда они попали а потом каждый попадает в помехе вы получите полностью у каждого сигнала и типа вот уже подбить мы получим минимальный но можно минимизировать, чтобы вот эти области обресечения вот вот как-то как-то это все сложно да ну, что это общинательность? единица минус какой-то там интеграмм вероятность а на вольфе отрицательной по вот эта величина она не отрицательна и если мы хотим минимизировать вероятность ошибки наверное стоило бы максимизировать вот такую вот вещь да? да а как это максимизировать? давайте мы в качестве решающей области для сигнала x выберем те значения y для которых x оказывается наиболее вероятным можно еще раз можно что предлагается делать? в качестве решающей области x предлагается взять все такие значения y для которых вероятность передачи вот этого вот x больше чем вероятность передачи чего бы то ни было другого то есть мы просто перебираем все исходные типа ну входы которые для каждого y перебираем всевозможные входы и смотрим какой из них является наиболее вероятным у нас это непрерывная а вот x она а и и и для каждого y перебираем x а вот это уже можно делать на месте необходимости вот пришел нам из канала какой-то конкретный y вот для него и не надо никакой машины выучили согласен смысл вот этого всем понять фактически берем тот для которого минимальная берем тот тот который наиболее вероятен можно можно вот эти условные вероятности переписать каким-то таким образом все согласны условные вероятности как пользуются и что здесь фигурирует здесь фигурирует вероятность передачи конкретного значения x как правило передаваемые значения x равновероят и в этом случае можно упростить всю эту конструкцию до вот такой вот вещи то есть получить критерии максимума фрагмента и что это означает решающая область x это множество таких критерок что получение соответствующего y является наиболее вероятным при условии передачи вот вот этого x вот была вот такая формула если все x равновероятны то эти x их можно выкинуть и получить вот извините нам приходит y или x приходит y а передавалось x это всем понятно и так давайте оборудуем вот наши дети говорят что плотность нормального распределения выглядит вот так как может вот таким вот образом. Это правда для вот такого иха? Нет. Условная плотность распределения в передаче ЕСА. Она вот такая или не такая? Да. Тоже направлено. А, да, кстати, еще один способ набрать баллы это найти наибольшее число ошибок в презентации. Давайте рассмотрим случай дворичной амплитудно-импульсной модуляции. Будем считать сообщения равновероятными и тогда мы можем использовать приемник по максимуму равноподобия. Что говорит приемник по максимуму равноподобия? Решающая область Х это те у, где плотность распределения у при условии Х максимальная. У нас было два Х. 0 и 1. При передаче они превращаются в 1 и в минус 1. И вот здесь вот нарисованы две вот такие вот плотности распределения. С этим все согласны? Что говорит приемник по максимуму равноподобия? Волгуалитушка нужно для каждой точки сравнить фиолетовую и зеленую кривую. И голосовать в пользу того сигнала, для которого плотность распределения максимальная. Соответственно, если Y оказывается больше нуля, то мы голосуем в пользу зеленого сигнала. Если меньше нуля, то голосуем в пользу серийного сигнала. Зеленый сигнал соответствует плюс 1, то есть Х равному 1. Фиолетовый сигнал соответствует Х равному 0. С этим все согласны? То есть, возникает вот две вот решающие умности. А в нуле мы просто как-то спросили? Да, в нуле они равновероятны. А какая вероятность того, что мы получим на выходе канала вот ровную нуль? Ну, в нуле, да? Так что, можно ли об этом говорить? Ну, в реальности, конечно, говорить об этом приводится, потому что нам все на то же время скринфизируется. Но пока... Да, это все, конечно, замечательно. А какова вероятность ошибки при этом получается? Что нам нужно? Нам нужно рассмотреть случай перегачи 0. Если мы передавали 0, то есть если мы передавали фиолетовый сигнал, в каком случае мы ошибемся? Мы ошибемся, если на выходе канала окажется положительное число. Согласны? А если мы передавали единицу, то ошибемся мы, если на выходе канала окажется отрицательное число. Ну и мы договорились, что передаваемые символы они у нас равновероятны, то есть если мы эти вероятности 0,5. И наша задача найти вероятность того, что вот такая вот случайная величина с такой плотностью распределения окажется либо неотрицательна, либо отрицательна. Говорят, что эти вероятности можно вычислить как вот такие вот интегралы. Это правда? Да. И если туда подставить и упростить, то получается вот какая-то такая вероятность. С этими преобразованиями все согласны? А что такое, что за функция последняя? Вот самая правая нижняя. И r в целом. Это комбинарная функция ошибки. Комбинарная функция ошибки. То есть это какой-то вот интеграл, но с примерно такого вид. Может вы можете здесь... Мы собираем в один перенаре, а я скажу, наверное, в материале. Да, есть секундатора, да? Вообще она есть практически во всех вычислительных пакетах. Для нашей цели будет полезно использовать немножко другую функцию q, которая определяется как вот такой вот интеграл, где нижний предел равен аргументу r. Понятно ли? Да. То есть что вы получили? Мы получили, что вероятность ошибки, она зависит, во-первых, от вот этого параметра альфа, во-вторых, она зависит от среднего графического планета шума. Понятно? Ну, мы уже сегодня обсудили, что значение сигнала, его, как правило, нужно определить через значение напряжения, и мощность, она пропорциональна квадрату напряжения. Ну и, соответственно, мощность сигнала, она пропорциональна в величине альфа в квадрате. Мощность шума, она пропорциональна его дисперсии. Так, скажите, пожалуйста, комплексно-значные исключения и величины вы обсуждали на теории? Нет. Нет. Может, это младшим? Включаемый смартфон. Включаемый смартфон. Включаемый смартфон. Да. Ну вот, если бы у вас бывало силы гауссовского случайного процесса, то вам бы сказали, что для комплексно-значного гауссовского случайного процесса его спектральная плотность мощности является константой, не зависящей от частоты. Например, константы приняты обозначать ноль. Если нас интересуют отчеты вещественной части этого комплексно-значного гауссовского случайного процесса, то их дисперсия равна половине самой спектральной плотности мощности. То есть вот это вот такое традиционное сочетание, которое потом... И вот эта вот буква ноль, она потом у него где используется. Так. Ну и нам понадобится понятие отношения сигнал-шума. То есть отношение вот этой вот мощности сигнала к вот этой вот мощности шума. То есть оно поделить на S поделить на n0. И его удобно измерять в децибилах. Например, знаете, что такое децибилы? То есть вот есть какая-то величина, от нее берем десятичный логарифм, получаем значение этой величины в белых, и если его умножить, то получим ее значение в децибилах. На что мы можем? 0,01. Ну и вот это вот отношение сигнал-шум на символ, его как раз принято измерять в децибилах. Дальше. Нам понадобится также отношение сигнал-шум на бит. Оно показывает, какую энергию вы затрачиваете на передачу одного полезного бита данных. И как мы уже говорили, что мы в данные будем вносить какую-то избыточность, и для передачи этой избыточности, естественно, понадобятся какие-то энергозатраты. Поэтому здесь представляет интерес посмотреть энергозатрат именно на передачу полезных данных, а не всего того мусора, который мы туда накидали. Чтобы получить отношение сигнал-шум на бит, надо отношение сигнал-шум на символ поделить на R, где R это количество бит полезной информации, представляемой одним символом. Ну, как правило, эта величина меньше, чем меньше единицы. Ну и тогда вот получается, что вероятность ошибки для двоичной амблютудно-имплюсной модуляции, которая известна, как двоичная фазовая модуляция, выражается вот такой вот величиной. И здесь показан соответствующий график. По оси абсцисс отложено отношение сигнал-шум на символ в доциделах, по оси ординат отложена вероятность ошибки. Ну и видно, что чем больше отношение сигнал-шум на символ, тем меньше эта самая вероятность ошибки. Вот такого рода графики используются для того, чтобы характеризовать разные методы полихоустойчивого кодирования и других связных приемов. Вопросы есть? Как можно снизить вероятность ошибки? Ну, вариант первый самый простой. А давайте мы будем передавать одно и то же несколько раз. Послушаем, что у нас каждый раз получится, и там как-нибудь проголосуем. Что? Ну да, можете четное количество передавать. Да, если мы будем принимать решение по каждому какому отдельно взятому принятому символу и проголосовать, то вероятность ошибки при этом получится вот какая-то вот такая. С этим все согласны? То есть вероятность того, что ошибок у нас будет больше половины. А цель что-то здесь такой-то? А какую считаете? Да ну, в принципе, авиакториалов. А, ну как? Еще один способ. А давайте мы не будем принимать решения по отдельно взятым вот таким вот принятым символам, Давайте мы их все просуммируем. То есть мы уговорем среди. Что у нас при этом получится? Вероятность ошибки, она у нас будет задаваться вот такой вот такой величиной. Лично из отношения сигнал-шума на символ мы можем вывозить ее вот так. Но! Теперь мы для передачи одного бита используем m-символ. Мы договорились, что полезно рассмотреть на энергозатраты при передаче полезный бит информации. И если мы это отношение сигнал-шум на символ пересчитаем в отношение сигнал-шум на бит, то получим ровно ту же самую формулу, которая была на предыдущем слайде. То есть что получается? Получается, что при таком вот повторении мы ровным счетом ничего не выиграем. То есть пользы от этого никакой. А, нет, ну скажите. А может быть вот этот способ выиграть? Где вероятность ошибки больше? Тут или тут? Что лучше? Так или так? А первую нельзя как-то упростить? Ну, наверное, при большом желании пропсимировать можно все что угодно, но пока не стоит подозрелась, а просто так из общих соображений подумать. Как лучше делать? Вот так вот? Или вот так? Забудь спробинания или центры. Вот просто смотрим на вот это правило и на вот это правило. Вы не угадали. В первом случае мы теряем информацию о выходе канала, принимая каждое отдельно взятые решения. Предположим, что мы переняли символ 1 3 раза. Первый раз мы на выходе канала получили 10, а второй раз минус 0,1, а третий раз минус 0,2. На что это больше похуже? Среднее, оно все-таки надежнее, потому что здесь мы используем при принятии окончательного решения весь выход канала. Поэтому вот это, оно будет намного больше, чем вот это. То есть, при такой сценарии с повторениями он вообще не дает никакого выигрыша. А что же делать-то? Какие есть идеи? Зависимость между символами и символами. Нужно каким-то образом вносить зависимость между символами. Да, ну, собственно, здесь передземные вот эти вот грязники нужно носить избыточность, причем не на уровне не отдельных битов, а на уровне их гникул. И вот отсюда как раз и возникает понятие код. Что такое код? Код – это множество допустимых последовательностей символов алфавита X. Эти последовательности, они могут быть конечными или бесконечными. Ну, на практике, конечно, всегда ограничиваются конечными последовательностями. Но ключевая идея состоит в том, чтобы далеко не любая последовательность символов из алфавита X являлась кодом. Но какой простейший пример кода? Это слова русского языка. Вот там выписаны куча кодовых слов, которые вы все изучали в детском саду. В школе я так называю. Что? Толковые слова. Ну, на самом деле, естественно, подойдет даже орфографические слова. Толковые слова уже показывают смысл отдельных слов. Нам пока что нужны эти слова как отдельные последовательности символов. Кодер – это устройство, реализующее отображение информационных последовательностей символов алфавита, какого-то там B, в кодовые. И вот как раз здесь толковые слова пригодятся. Вот у вас в голове есть какие-то мысли, которые выбираются из того самого алфавита B. И вооружившись толковым словарем, вы эти мысли превращаете в те самые слова. Ну, естественно, что в реальности процесс он автоматизирован, но, тем не менее, кодер – это устройство, реализующее отображение информационных последовательностей в кодовые слова. При этом различным информационным последовательностям, конечно же, должны сопоставляться различные кодовые последовательностей. И под скоростью кода принимается отношение длин информационных и кодовых последовательностей. Декодер – это устройство, восстанавливающее по номинетной последовательности символов наиболее вероятную, соответствующую ей кодовую последовательность. Ну, иногда восстанавливают не кодовую, а информационную последовательность, но суде вот этого принципиально не меняется. Для того, чтобы построить декодер, который мог бы найти ту самую наиболее вероятную последовательность, нужна вероятностная модель канала, с помощью которой можно было построить те самые решающие области, которые вы уже обсуждали. Это всем понятно? Нет. Это те самые кодеры и декодеры, которые есть в начале? Да, 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 те самые кодеры и декодеры. Чего можно добиться на ниве кодированиях? На этот счет есть теоремы кодирования, которые были доказаны Клодом Шенненом в 1948 году, и с которым, собственно, и началась отличие всей теории Клодера. Мы можем считать, что для передачи данных используется какой-то код на алфалитом x длины n, состоящий из m кодовых слов, выбираемых с одинаковой вероятностью. Скажите, пожалуйста, если у вас есть m кодовых слов, сколько бит данных можете передать с помощью них? Да, именно так, двоичный алгоритм, он числа n. И если вы этот двоичный алгоритм поделите на n, то получится ту самую скорость. Так вот, обратное теоремы кодирования гласит, что для дискретного постоянного канала с пропускной способностью c, для любого неотрицательного значения δ существует такая положительная величина ε, что для любого кода со скоростью r больше, чем пропускная способность плюс δ, средняя вероятность ошибки ограничена снизу некоторой положительной величины. Как это все следует понимать? Для всякого канала можно вычислить некоторую величину, называемую пропускной способностью. Не пытайтесь передавать данные по каналу со скоростью больше, чем пропускная способность. Вероятность ошибки у вас при этом будет какая-то большая, не меньше, чем ε. Не болей через него больше, чем пропускная способность. Прямая теорема кодирования гласит, что для дискретного постоянного канала с пропускной способностью c, для любых положительных ε δ существует такое достаточно большое число n0, такое, что для всех натуральных n больше либо равных, чем это n0, существует код длины n со скоростью r больше либо равных, чем c-δ, средняя вероятность ошибки которого не превосходит ε. Как это следует понимать? Вы можете передавать данные со скоростью сколь угодно близкой, но все же меньшей, чем пропускная способность. Здесь не ошибка, здесь не вот так и должно быть. И при этом вы можете обеспечить сколь угодно малую вероятность ошибки, построив достаточно длинный куб. В смысле, все уловили? Почему в любом случае у нас вероятность ошибки записывается с чертой, а в любом случае? Ну, просто потому что вот эти вот вероятности ошибки, они считаются немножко по-разному, хотя, в принципе, я согласен, что здесь можно это что-то убрать. В смысле, все уловили? А как следует ли вероятность ошибки и скорость? Ну, вообще говоря, чем меньше скорость хода, тем меньше вероятность ошибки вы можете обеспечить. И тем меньше вероятность ошибки, тем меньше вероятность ошибки, тем меньше вероятность ошибки вам понадобится. Это отношение и информационной, и кодовых последовательств. Понятно? Да, ну, давайте чтобы это закончить. Вот здесь приведены формулы для пропускных способностей некоторых каналов. Как считать эти пропускные способности? О работе мы вам расскажем в пятом курсе. Пока будем считать, что я начинаю, что эти полоски будут. Ну, по-моему, я не знаю. Ну, по-моему, я не знаю. Да, какие есть популярные модели канала? Двоичный, симметричный канал. На входе на уходе 0 и 1 с некоторой вероятностью p и значение символа на входе заменяется на противоположную. Если вероятность из ниц и минус p остается без из ниц. Понятно? Да. Ну, вот, пропускная способность, это вот такая. Идеальный частотно ограниченный гаосовский канал. Это, в данном случае, выход канала, он является из ниц и вероятностью увеличенной величиной. Более того, он является функцией 3. На него, по-моему, особенность задается вот такой формулой. Ну, и то со скоростью 1. Мы обеспечим надежную передачу данных при скорости h к mc. Ну, и вот это получается, что минимально возможное отношение сигналов, при котором можно обеспечить надежную передачу данных, оно какое-то вот такое. Это всем домашнее задание получить вот эти вот формулы. Так, так, так. Ну, я думаю, что на этом стоит сделать перерыв. Спасибо. Пожалуйста.